Добрый день, дорогие друзья! На связи с вами Серега. Спасибо за лайки, подписывайтесь на канал и, конечно же, делитесь этим видео. Сегодня мы будем учиться с вами делать табы. Кто не знает, что это такое, показываю. Вот такая штука на сайте. Жмем на эту вкладку, появляется одно содержимое, здесь появляется другое. Ну, в общем, вот таких вот табов может быть сколько угодно много. И, конечно же, мы в них можем размещать различные содержимые, например, там и видео, и картинки, и тексты, и аудио, и так далее. Итак, поехали! Первым делом, конечно же, скачайте к себе на компьютер архивчик StatLite, он в описании под этим видео, распакуйте его и папочку переименуйте в Tabs. Вот эту самую папочку откройте, пожалуйста, в своем редакторе, и мы начинаем работать. Перед началом, давайте я вам покажу, где необходимо взять вообще вот эти самые табы. Так, я скопирую адрес под видео, я его тоже выложу в описании. В общем, адрес будет идти вот на этот самый сайт, видим. И вот здесь выкладывается код вот этих самых табов, он очень простой. И обращаю ваше внимание, что он работает на jQuery. В файле индекса HTML я уже подключил jQuery последней версии через Яндекс, видим, вот он тут подключен. Поэтому нам, если вы будете использовать папочку StatLite, то вам подключать его уже не надо. Итак, давайте попробуем завести наши табы. Ну, все по инструкции, друзья. Мы просто-напросто копируем вот эту штуку, вставляем сюда. Так, давайте я сразу же все это отодвину подальше. И тут тоже приведу код в порядок, так, чтобы у меня все выглядело одинаково. В принципе, у нас уже должно появиться содержимое, видим, но покуда табов еще нет. Почему? Потому что нам необходимо подключить сам вот этот вот код. Давайте мы его скопируем. Тут кода мало, поэтому я не буду заводить отдельный файл для создания кода. Мы все подключим прямо здесь, через тег-скрипт. Так вот, вставляем. И опять-таки код я отодвигаю, чтобы у нас все было красиво и аккуратно. Все, друзья, в принципе, сейчас давайте я сохранюсь. Посмотрим, обновим страницу. Вот теперь, смотрите, наши табы уже прекрасно работают. Давайте мы немножко поработаем над содержимым. Я уберу боковую панельку. Так, и здесь первое содержимое. Давайте мы заведем тег h2 с содержимым, например, данные из кладки 1. Так, затем мы также давайте заведем парочку абзацев обычных P. Их умножим, например, на 4. И в каждом абзаце разместим по несколько случайных слов. Так, lorem давайте наберем 15. Все, вот это данные первой кладки. Во второй вкладке мы делаем, в принципе, то же самое. Так, давайте я просто-напросто вот это вот верну назад, скопирую вот этот самый код и здесь его везде размещу. Вот так вот вставляем. И тут меняем, соответственно, 2, здесь 3, здесь давайте, например, поставим 5 и сделаем 27. А здесь поставим 3 и сделаем 33. Все, в принципе, давайте тут тап, тут тап и тут тап. Все, наши вкладочки, как вы видите, уже полностью готовы. Теперь необходимо их оформить и это уже дело стилей. Переключаемся на файл стилей. Здесь, как видите, у меня пусто и начинаем работать. Первым делом, смотрите, тут уже советуют сразу скопировать вот эти стили. Так, обращаю ваше внимание, что они не будут работать, если у вас по-другому названы классы. То есть, если вы переименовали здесь, то есть здесь стили прописаны именно для классов в раппер, тэп и тэп айтем. И смотрите, вот эти же классы, они прописаны здесь в скриптах. То есть, если вы тут меняете классы в HTML, здесь в скриптах тоже обязательно их меняете. Переключаюсь назад на файл стилей и теперь, друзья, поехали. В первую очередь, давайте мы зададим для наших табов курсор-поинтер. Так, пишем таб, они выводятся все в классах таб. И тут пишем, так, курсор-поинтер. Теперь у нас мышка, на видео это будет не видно, но у меня уже мышка стала пальчиком. Что еще? Давайте мы зададим сразу границу. Так, border1px solid red, точка запятой. Ну, даже не red, давайте лучше решетка ddd. Вот такая легенькая граница, мы потом это все, конечно же, с вами лучше оформим. Так, и теперь давайте для самих вот этих содержимых вкладок, если кто не помнит, оно содержится в классе tabItem. Давайте я его скопирую. Вернусь назад. Вставляем этот класс. Вкладочек, давайте мы тоже зададим такую же границу. Так, border1px solid, решетка ddd, точка запятой. И здесь давайте мы везде зададим скругление для нашей границы. Например, какое это будет скругление. Так, border-radius 3px, точка запятой. И, в принципе, для вкладочек тоже можно задать скругление. Давайте мы это тоже сделаем. Border-radius. Но здесь давайте мы сделаем скругление только для верхних углов. Поэтому пишем 3px, 3px и 0p0. То есть для верхних по 3px, а для нижних по 0px. Все, в принципе, друзья, здесь мы с этим разобрались. Давайте теперь нашу вкладочку мы немножко разместим по центру. Я уменьшу чуть-чуть окно редактора. Нам тут для стилей много не надо места. Вот тут у нас пускай все вот это растет. Так, и теперь, если вы заметили, у нас в файле стилей, точнее, в файле индекса HTML есть блок main. При помощи его я выровняю наш сайт по центру. Так, мы просто тут напишем точка main. Так, width. Ну, я даже не знаю сколько. Давайте попробуем 600. Да, нормально. Затем margin. Давайте сверху 20px и снизу, а по бокам auto. То есть пускай у нас становится посерединке, уже, как вы видите, наглядь не видно. Что мы делаем? Давайте мы вот этим самым вкладочком, tab item, мы зададим padding, например, 1em со всех сторон, чтобы он не прилипал. Даже тут сверху, снизу можно по нулям, по бокам только. Так, и здесь, в принципе, для вот этих вкладочек давайте мы тоже зададим свой padding. Так, если мы пропишем 1em, у нас вкладки стали вот такие. В принципе, размер нормальный, только сверху слишком большие. Поэтому давайте мы напишем сверху 05em. Так, и снизу. Вкладочки, видите, стали поменьше, но они наезжают вот на эту штуковину, на свое содержимое. Почему так происходит? Потому что класс tab задам тегу span, он у нас строчный, а не блочный. И для того, чтобы эту ситуацию немножко выправить, мы можем сделать следующее. Например, прописать display и значение inline-block. И в итоге мы получаем уже вот такую картину. Как видите, все стало намного лучше, но наши вкладочки становятся впритык. Давайте мы их чуть-чуть напустим. Для этого мы напишем margin-1px. Но это будет только margin-bottom, давайте мы допишем. Все, вот теперь у нас уже что-то похожее на правду. Так, и теперь наши вкладочки не мешало бы немножко отодвинуть вбок, например, вправо чуть-чуть. Поэтому, так, посмотрим, где они находятся вообще. Они находятся в большом классе tabs, да, который объединяет все эти tab. Поэтому мы здесь, давайте повыше его напишем, он все-таки важнее чуть-чуть. Что же мы тут напишем? Margin-right, так, 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 давайте 2em, что ли, точка запятая. Вообще, что я right написал? Блин, извиняюсь. Margin-left, 2em, все. Так, даже можно один пускай будет. Вот, в принципе, нормально, да? Так, теперь, смотрите, для активных вкладочек, чтобы не была видна вот эта вот самая граница, чтобы мы понимали, ага, вот тут у нас контент именно из вкладки 3. То есть мы же не будем всегда писать это из вкладки такой-то контент, да? То есть это надо визуально нашим пользователям показать. И чтобы это сделать, я у класса Active просто убираю границу снизу. А точнее не убираю, а меняю цвет на решетка FFF. Точка запятой. Давайте мы обновимся, посмотрим. А, я ж неправильно написал. Вроде учу стилям, да? Вот, вот так уже стало лучше. Однако тут, как вы видите, появляются вот такие мелкие глюки, да? Когда граница появляется. Вот так вот. Появляется и пропадает. Чтобы этого избежать, мы должны расположить наши вкладочки выше, чем их, наши табы, точнее, выше, чем их содержимое. Для этого мы можем прописать следующее. Position Relative, точка запятой. И, например, Zindex 2. Проверяем, работает эта штука или нет. Да, нормально. Отлично. В общем, тут мы уже справились. Что еще? Давайте мы будем подсвечивать неактивные вкладки. Как бы сделаем их такими сероватыми, чтобы они... Ну, сразу пользователь видел, что они неактивны. Поэтому мы здесь просто напишем BG. И тут напишем, например, решетка... Так, цвет границы у нас DDD. Давайте, бэкграунд будет EEE. А вот для активной вкладочки... Давайте я тут, кстати, вот это все перенесу, чтобы нам было все прекрасно видно. Для активной вкладки мы значение бэкграунта меняем назад. Так, BG, решетка FFF. Так, ну или маленькими буквами я привык. Все, в принципе, теперь нормально. Что нам осталось только сделать, это поменять. Поменять, 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 поменять. Так, что ж нам тут поменять? А, цвет вот этих буквок, то есть, ну, как их сделать? У нас они красные идут. Видим, здесь у нас идет вот Color Red. Видите, да? То есть мы можем его поменять на другой. Например, вот который я выбирал. Это 01839A цвет. И в итоге наши вкладочки при активации у них цвет вот этот меняется. Ну, конечно же, вы сами можете здесь все поменять. И, в принципе, друзья, на этом занятие заканчивается. Как вы видите, все очень просто, все отлично. Следующий урок ждите ровно через неделю в четверг, либо в понедельник, если это видео до понедельника наберет более 150 лайков. На связи с вами был Серега. Всего хорошего. Пока-пока.